Российская примадонна Алла Пугачёва резко отреагировала на слова российского исполнителя Стаса Михайлова. В одном из интервью он заявил, что артисты, которые уехали из России и не поддержали так называемую спецоперацию, так в России называют войну против Украины, цитата «на коленях всё ещё приползут и будут стоять у России и целовать ноги». Конец цитаты. В своём инстаграме Алла Пугачёва намеренно низким и сиплым голосом обратилась к Михайлову. Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачёва. Да я встал перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, ей-богу скажу, что думаю. А что я могу сейчас? Мудак ты, Стасик. На видеозапись Пугачёвой отреагировал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, профессиональный доносчик Виталий Бородин. Как сообщил телеграм-канал ШОД, активист обратился в генпрокуратуру с требованием признать Аллу Пугачёву иноагенткой. В документе Бородин напомнил, что Пугачёва уехала из России в Израиль в сентябре 2022 года. Неоднократно высказывала антивоенную позицию и публично поддерживала своего мужа Максима Галкина. Галкин уже признан иноагентом за критику так называемой специальной военной операции и поддержку вооружённых сил Украины. Ранее Пугачёва просила признать её иноагентом наравне с мужем. После отъезда в Израиль семья Аллы Пугачёвой и Максима Галкина уже столкнулась с травлей со стороны пропагандистов и сторонников войны. Алла Борисовна, вы сегодня заявили Стасу Михайлову, что нормальные люди сюда в Россию больше не приедут. Нормальные люди. Ну, я так скажу, что все нормальные люди, они здесь, с нашей страной, на передовых позициях, даёт концерты. Ну, в отличие от вашей дочери, которая как цыганка ездит по всей России, даёт концерты, приезжает сюда из Соединённых Штатов для того, чтобы заработать здесь деньжат. Странно у вас позиция, Алла Борисовна, странно. Значит, ваша дочка ненормальная получается. Появляются также другие новости российской эстрады. Так, Анне Асти, которая находится в топе российских стримингов, позволили, простите, выступить на провластном концерте 8 марта после того, как она перевела 4 миллиона рублей на благотворительность. До этого певицу наказывали за участие в почти голой вечеринке Насти Ивлеевой в Москве. Так вот, стало известно, что сама певица анонсировала выступление 8 марта в своём телеграм-канале. До этого её концерты отменялись. И писали журналисты о том, что Анна Асти оказалась в так называемом «чёрном списке российских артистов». Пока не очень понятно, будет ли достаточно того, что Анна Асти перевела 4 миллиона рублей на благотворительность для того, чтобы возобновить полноценную концертную деятельность в России. Обсудим подробнее эти новости. К нашему эфиру уже подключаются журналисты и музыкальный критик Артемий Троицкий. Артемий, доброе утро. Рады приветствовать вас в эфире. Доброе утро. Год назад... Днём вас. Спасибо большое за поздравление. Год назад сама Алла Пугачёва просила российской власти, чтобы её признали иноагенткой, наравне с супругом Максимом Галкиным. Сейчас на певицу написал профессиональный доносчик Бородин, который никого не обошёл своим вниманием. На ваш взгляд, насколько важным голосом, не в музыкальном, а скорее уже даже в общественном плане, сейчас для России является Алла Пугачёва? Алла Пугачёва для России всегда важна, во всяком случае, для той её части населения, которая старше 30 лет, скажем так. Алла Пугачёва очень важна и как популярнейшая артистка, исполнительность популярных песен. То есть даже если кто-то к ней относится не очень хорошо по-человечески в связи с разными обстоятельствами, но песни её в любом случае всем известны, исключительно популярны. И кроме того, и это на самом деле самое болезненное, я думаю, для Кремля, это то, что Алла Пугачёва – это один из символов Советского Союза, причём, в общем-то, пожалуй, самый яркий символ Советского Союза из всех ныне живых и здравствующих. Ну а поскольку нынешняя российская риторика, она во многом воскрешает именно советские всевозможные парадигмы, то, в общем, то, что Алла Пугачёва выступает против теперешней власти, вот, это, конечно, для неё в высшей степени неприятно. При этом люди близкие Алле Пугачёвой, находящиеся в России, ведут себя по-разному. Её бывший супруг Филипп Киркоров вначале опубликовал в своих социальных сетях пост, посвящённый новой песне певицы «С праздником пой Алла люблю». Так он написал, а спустя сутки вновь удалила эту публикацию. С чем связан такой страх? Страх снова потерять аудиторию и выход на государственных концертах на сцену перед этой аудиторией? Или какие-то другие здесь причины тоже свою роль играют? Нет, естественно, артисты, оставшиеся в Российской Федерации, они очень боятся и за свою карьеру, и за свои доходы, и за самих себя. Тут, в общем-то, это понятно, это понятно и это очевидно. Особенно это остро касается тех артистов, которые каким-то образом проштрафились. То есть, или там что-то сболтнули неосторожно, или приняли участие в каком-то не том мероприятии, как выразился Киркоров, не в ту дверь вошли. Поэтому они очень блюдут себя, и если вдруг в чём-то снова оступились, то тут же пытаются оправдаться, извиниться. И, в общем, это вполне понятно, хотя и позорно, и не очень достойно. Более двух месяцев действительно длились последствия так называемой голой вечеринки, которая прошла в Москве, одно из мероприятий, наверное, одно из многих, которые проходят в российской столице. При этом явно почти голую вечеринку простили не всем. Если Филипп Киркоров всё-таки спустя два месяца вернулся на телеэкраны и снова концертирует, то всё же Настя Ивлеева по-прежнему оправдывается и говорит о том в своих видеороликах, что будет голосовать за Владимира Путина. В общем-то, та повестка, которая этой аудитории скорее не была близка до голой вечеринки. Почему так? Нет, ну опять же, тут всё понятно. Вообще вся эта возня, она понятна, очевидна. Я, честно, не знаю, что тут надо обсуждать. Естественно, все вот эти манёвры, они зависят, во-первых, от степени виновности артиста. То есть одно дело Филипп Киркоров или Дима Билан, которые туда просто пришли, поскольку их пригласили, поскольку они тусовщики и любят бывать на светских мероприятиях. А другое дело вот эта девушка Ивлеева, которая всё это организовала, которая там всё это, так сказать, идеологически обосновала и так далее. С другой стороны, опять же, естественно, Киркоров это более масштабная фигура, по крайней мере. Но опять же, учитывая возрастную аудиторию, более масштабная, более важная в этом смысле фигура, чем блогерша Ивлеева. Вот, соответственно, значит, раскаяние Киркорова, оно больше нужно, более востребовано, скажем так, аппаратом президента, нежели какие-то жалкие извинения Насти Ивлеевой. Ну, в общем, я не знаю, тут всё идёт какая-то недостойная, какая-то постыдная человеческая трагикомития. Хотелось бы вас ещё спросить о том, что в целом происходит с российской музыкой и в самой России, и за границей. Вот за прошедший второй год полномасштабного вторжения эссе на эту тему опубликовал в издании «Холод» на этой неделе журналист Александр Горбачёв. И в этом эссе он отмечает, что в 2023 году множество российских музыкантов, в том числе тех, которые ранее высказывали такую очень активную антивоенную позицию, как, скажем, российские рэперы Нойс МС или Оксимирона, не записали альбомов, которые были бы связаны с темой войны России против Украины, а записали альбомы обычные. Музыкальная сцена, даже казавшаяся оппозиционной, на ваш взгляд, устала ли от войны и хочет ли некой музыкальной нормальности уже в этом году? Нет, ну, естественно, что быть на пределе, быть на взводе всё время невозможно. Ни творчески, ни морально, ни физически. С другой стороны, я вижу, что, в общем-то, события происходят, и антивоенно настроенные артисты, они и новые песни записывают. Вот, кстати, тот же Нойс МС, невдалеке от вас, в Вильнюсе, и проводят гастрольные туры, и на этих гастрольных турах выступают с антивоенными лозунгами. Вот, то есть, это всё происходит. В России, конечно, всё намного сложнее, поскольку там развернулись достаточно широкие репрессии. Ну, собственно, у вас белорусский канал, так что вам это всё привычно. В Белоруссии это всё происходит уже несколько лет. В России, значит, все эти облавы, запреты, цензура сплошная и так далее, это всё-таки дело относительно недавнего времени. Вот, так что в России всё, на самом деле, очень тревожно. Вот, хотя, в принципе, какая-то музыкальная жизнь там идёт. Вот, то есть, я переписываюсь с какими-то музыкантами, вот, они уходят постепенно всё глубже и глубже в подполье. Вот, очень надеются, что лапа государства, лапа силовиков как-то до них не дойдёт. Вот, вот, но я боюсь, я боюсь, что может вполне дойти. Опять же, как это случилось в Белоруссии, где практически всю маломальски свободную музыкальную жизнь просто ликвидировали полностью. Вот, так что, ну, в общем, ситуация, конечно, фиговая, но я не сказал бы, что нет со стороны музыкантов никакой рефлексии по этому поводу. Нет, они продолжают, в общем-то, вполне сознательно относиться к окружающей действительности и в своём творчестве это дело отображать.